Уважаемые граждане, данные мероприятия являются фашисты! После акции в поддержку Алексея Навального в Москве 23 января отправили под домашний арест тысяч человек – активистов, оппозиционных политиков, а также брата Алексея Навального – Олега. Арестованных привлекают по так называемому санитарному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. По версии следствия, в протестной акции участвовали 19 человек с коронавирусной инфекцией, нарушившие режим самоизоляции. Это создало угрозу массового заражения, за что ответственны авторы публикации в социальных сетях о предстоящих митингах, утверждают в Следственном комитете. Все 10 фигурантов якобы подстрекали неопределенный круг лиц к тому, чтобы те выходили на улицу и создавали угрозу. Как минимум нельзя подстрекать неопределенный круг лиц. Это придется опять же залезть в небольшую юридическую историю, что подстрекать можно только кого-то конкретно. То есть если бы условная любовь Соболь сказала, что вы, люди больные коронавирусом конкретно, выходите, пожалуйста, и заражайте всех, кто не болен коронавирусом. Подстрекаемых активно ищут. Над делом работают более двух десятков следователей. В постановлении о продлении ареста обвиняемым, их на этой неделе рассматривают московские суды, упоминается более трехсот допросов свидетелей по делу и более тридцати обысков, сообщил адвокат Любовь Соболь Владимир Воронин. О допросах в Следственном комитете рассказывали задержанные на акциях в поддержку Навального. Политик Любовь Соболь в начале марта заявила, что будет участвовать в выборах в Госдуму. Она, по словам адвоката, не сомневается. Дело против нее — часть политического давления на время избирательной кампании. На изоляцию неугодных активистов и рассчитано довольно элементарное для судопроизводства обвинение, считают адвокаты участников санитарного дела. После того, что произошло с Алексеем Навальным, уже сложно чем-то удивить. Но вот это такое одно еще очередное изнасилование, извращение уголовного права и использование его исключительно в политических целях. То есть у меня нет никаких сомнений, что решения по санитарному делу принимаются не в суде и не в кабинете следователя. Есть конкретная задача наиболее влиятельных политических активистов деактивировать на время предварительного расследования. Домашний арест — наиболее суровая мера пресечения при таком обвинении. Именно ее и избрал суд. Участники дела находятся в информационном вакууме и лишены права на прогулку, возможности сходить в магазин или вынести мусор, рассказали их адвокаты. Любови Соболь отказали в просьбе разрешить отводить дочь в школу. Среди аргументов следствия в пользу продления ареста — количество подписчиков в соцсетях. Мол, обвиняемые могут продолжить преступные действия, писать в интернете. Срок предварительного следствия продлен на 4 месяца. Следователи намерены допросить не менее 50 человек и получить итоги лингвистических экспертиз. Адвокаты видят в этом умышленное затягивание, чтобы активисты находились в изоляции как можно дольше.